Добрый день! В эфире канал РБК, в студии Леонид Давыдов. Как всегда, по вторникам мы говорим про регионы. На этой неделе произошли интересные события в региональной повестке. Производство внесло в Думу поправки к 184 ФЗ об изменении процедуры отношений с регионами. Вот об этом и о многом другом мы будем говорить сегодня с обладателем одних из самых интересных региональных брендов, губернатором Тульской области Владимиром Сергеевичем Грузином. Владимир Сергеевич, спасибо огромное, что пришли. Вот с брендов и начнем, да, но, наверное, как никакой другой регион, да, начиная от Тульского самовара, Пряника и заканчивая... Винтовку Мосина. Да, 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 и песня, да, про винтовку Мосина сразу вспоминается. Ну, конечно, сейчас актуально, на самом деле. Да, тем более, да. Ну, конечно, самый... Ну, вообще, город Оружейников, да, и вот... Но самый яркий, конечно, у нас бренд областной, это Ясная Поляна и Лев Толстой. Да, да, да. Самый узнаваемый в мире. Куликово поле, наверное. Куликово поле. Поэтому он просто какое-то баснословное количество брендов, и один краше другого. Скажите, вот это что-то дает в казну? Конечно. Конечно, дает. Во-первых, прежде всего, это дает узнаваемость области, и самое важное, когда... Вот я говорю о Леве Толстом, то это действительно самый узнаваемый россиянин в мире. Наверное, по узнаваемому... По популярности с ним могут поспорить, может быть, Достоевский и Юрий Гагарин, но все-таки Лев Толстой держит пальмовое первенство. И, безусловно, те туристы, которые приезжают, российские туристы иностранные, они с удовольствием посещают Ясную Поляну. И для нас это существенная добавка в региональные бюджеты, не только в региональные, но и местные. Куликово Поле – это развивающийся бренд, и действительно, это первое ратное поле России. И вот мероприятия, которые мы проводим на Куликовом Поле, они становятся с каждым годом все популярнее и популярнее. Более массовые, да? Более массовые, но там есть возможности, потому что... А потом такой мощный патриотический тренд же в этом заложен. Очень, да, на самом деле... Огденяющий. Это правда. И там есть возможность действительно увеличиваться, потому что Ясная Поляна, она ограничена своей пропускной способностью, то есть это порядка 160 тысяч посетителей в год. И Поленово, например, у нас такая же история, то есть это порядка... Ну да, там вытопчут иначе вообще... Ну да, в противном случае мы потеряем вот ту идентичность, которая есть. А Куликово Поле как раз позволяет нам проводить такие масштабные мероприятия, и в следующем году мы будем попраздновать годовщину Куликовской битвы. Проходит дата, это 21 сентября, это День Боинской Славы. И как раз в рамках мероприятий по празднованию 700-летия со дня рождения Сергия Радонежского и к 635-й годовщине Куликовской битвы на Куликовом поле сейчас строится новый музей Куликового поля. И я уверен, что... То есть строится за счет региональной или федерации федеральной? Это деньги федеральные, да, федеральные деньги, и уверен, что в следующем году мы этот музей закончим. И уверен, что будет интересно. А какие объемы туристов вот всего вот все эти места посещают в год? Посещаемость туристическая, посещаемость... Внутренний же в основном туризм, да. В основном внутренний туризм, да, потому что иностранный туризм чуть больше 10%. А вообще цифры примерно такие. Мы наращиваем, по 2013 году мы приросли в целом почти на 60% по количеству туристов, посещающих Тульскую область. И тренд по первому кварталу текущего года тоже сохраняется. Он, правда, не такой... динамика не такая мощная, но около 30%. Вообще в прошлом году общая посещаемость всех наших туристических МЕК, это составило почти 2 миллиона человек. 1 миллион 900 тысяч посетителей. 2 миллиона это солидно. Прилично, прилично. Но у нас есть куда стремиться, потому что даже вот религиозные святыни, вот Жабынская пустынь, например, Оптинские старцы, они как раз пошли из Жабынской пустыни. Но вот Оптинских старцев знают все, а Жабынскую пустынь, к сожалению, знают не очень так много. А вот так одним днем, да, туристы, то есть они не ночуют, наверное, у вас? А мы развиваем в том числе. Из Москвы? Нет, почему? Та же Ясная Поляна у нас предполагает размещение Поленова, предполагает размещение Куликового поля. Мы постепенно наращиваем. Потому что надо, наверное, чтобы ночевали, потому что тогда это дает другую экономику. Прежде всего, конечно, чтобы... ну, это, во-первых, другая экономика, и познакомиться люди могут все-таки. Конечно, более... там, 2 дня все-таки. Да, более спокойно, расслабиться. И потом, вот, вы знаете, великое воспринимается на... когда вот ты имеешь возможность не спеша все это посмотреть. Ну, и действительно очень интересно посмотреть. Начинать можно вот на самый ближний к Москве памятник наш. Это Поленова, музей-усадьба Поленова. И, в принципе, мы рекомендуем нашим туристам, нашим гостям посещать... начать посещение Тульской области с Поленова. Отлично. Вернемся к мирским делам. Вот я в начале программы говорил про инициативу правительства о передаче полномочий, то есть о коррекции 184-го ФСЗ. Вот как вы относитесь? Вот передача функций с федерального уровня на региональный, это вообще, так сказать, тренд положительный или нет для вас? Вы знаете, у нас государство федеративное, и федерализм у нас тоже развивающийся, поэтому могу в несколько цифр привести. Вот если вы посмотрите на органы государственного управления Тульской области, сегодня у меня работает 1111 человек в правительстве Тульской области. Это лица, замечающие государственную службу, государственные должности и работающие по контракту. И выполняющие какие-то связанные с федеральными программами? Частично, частично. Федеральных служащих у нас почти 4,5 тысячи человек, и это не считая наших силовиков, то есть это не считая прокуратуры, ФСБ, органов полиции и так далее. В муниципальных органах власти у нас на сегодняшний день трудится чуть более 2,5 тысяч человек. Ну, вы сами видите разницу. Ну, то есть, получается, я правильно понимаю, что вот из этих 4 тысяч федералов будет переход? Это те функции, которые мы можем забрать все на себя полностью. Вот просто одним махом. Так и будет правильно, я буду понимать, то у вас под вашим началом будет тогда 5 с чем-то тысяч, да? Нет, не совсем правильно. И это предполагает... Я думаю, что, наверное, у нас больше, чем 2,5 тысячи не останется. Потому что средняя зарплата по правительству Тульской области составляет 49 тысяч рублей на одного работающих. Ну, у федералов около 20. Поэтому вопрос эффективности. То есть можно требовать как минимум двойную эффективность? Ну, можно как, я думаю, в четверной эффективности, я думаю, сокращение, если нам передадут вот эти функции, о которых мы говорим. Я думаю, что, во-первых, частично функции пересекаются. Мы частично функции, вот, например, по экологии выполняем мы. Но возможности привлечь к ответственности административной у нас нет. Вот это важно. Это Росприроднадзор и... И штрафы, соответственно, они накладывают. Соответственно, накладывают штрафы они. И, соответственно, штрафы идут не регионально, а федеральный бюджет. Хотя вроде как ответственность, да, и говорят. Хотя ответственность, нет, ну, вообще, на самом деле, должно быть четкое понимание, что губернатор ответственный за все. Он и перед людьми ответственный, и перед президентом. Поэтому здесь я не разделяю, чья ответственность или чьи уровни власти. Тем более, для рядового гражданина все равно это не объединяет. Конечно, для человека это все власть. А какой уровень власти? Но, по большому счету, это все государственная власть. Просто есть государственная власть федерального уровня, ну, и есть региональная. Да, да, мы вернемся к этим темам. У нас в отеле, в студии в отеле Арарат Хаят есть президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Мы послушаем про рейтинги. Михаил, вы нас слышите? Да, добрый день. Добрый день. Расскажите про Турскую область, Михаил. Давайте начнем с негатива для разнообразия. Девятое место среди регионов России по объему долгов перед «Газпромом». Одиннадцатое место по росту коммунальных тарифов. Девятнадцатое место по доле расходов населения в ЖКХ. Если говорить о позитиве, это вполне приличные кредитные рейтинги. Это четырнадцатое место по ожиданиям иностранных инвесторов от «Инвестклимата» в регионе. Это вполне пристойное 31 место в рейтинге Фонда развития гражданского общества по удовлетворенности населения, работы власти и эффективности работы власти. Хотя на четыре позиции здесь регион и губернатор упали. Были негативные поводы, связанные с перенарезкой округов на выборах, которые были восприняты как сверельство некой неуверенности и манипуляции. Было заявление громкого губернатора о том, что отменяются выходные дни для муниципалов. Это тоже по-разному восприняли. Но если возвращаться к позитиву, трудно ожидать, что Тульская область будет в первой десятке. Так и иначе стартовые условия, с которых регион начинал, они не такие простые. Но есть хорошая динамика. Давайте посмотрим. Цифры экономический рост значительно выше среднероссийского. По данным Минрегиона третье место по росту бюджетных доходов, по динамику бюджетных доходов. На 17 позиций вырос регион в рейтинге игровых видов спорта, которые делали петербургская политика и Спортэкспресс. Наконец, на 17 позиций выросла Тула. До 25 места дошла в рейтинге лучших городов России. Даже для меня это стало неожиданностью. Нужно будет, наверное, поехать посмотреть. Поэтому, если обобщать, Тульская область сегодня это уже не Тверь, но еще не Калуга. Спасибо, Михаил. Ну, оптимистично оказалось вполне. Спасибо огромное. У нас с нами на связи был президент фонда петербургская политика Михаил Виноградов. Ну, вполне картина более чем, на мой взгляд, ровная. Ну, вы знаете, картина ровная не бывает никогда, потому что задачи, которые стоят обозначены в указах президента от 7 мая, это задачи очень амбициозные, важные. И, безусловно, здесь возможно достижение этих результатов только в совместной командной игре. И вот основная задача – это выстраивание командной игры. Здесь Михаил очень правильно затронул вопрос. Это переход на шестидневный рабочий день, рабочую неделю, извините. Соответственно, это, конечно, рекомендация. Примерно так же работаю я уже почти три года. И считаю, что это нормальный уровень загрузки для руководителя такого уровня. А что касается работы муниципалов, ну, действительно, у нас очень амбициозная задача. По благоустройству, ремонту дорог, придомовых территорий, дворовых территорий. И, безусловно, мы должны все это успеть. Конечно. И очень важно, чтобы все, мы же должны успеть это, соблюдая все правила и процедуры. Конечно. А у нас начал работать 44-й закон в рамках госзакупок. Надо отметить, что фактически он с большими проблемами работает, потому что сама вся программа не отлажена до сих пор, и есть определенного рода сбоя. Потом практика даже наводит на работу. А потом люди, вы знаете, люди до такой степени заждались до того, чтобы, так сказать, чтобы прийти и навести все-таки порядок в своей территории, в своем дворе, в своем районе, в своем городе, что, ну, а кто как не власть, должны показывать пример. Поэтому здесь, это совершенно нормальный подход, когда мы рекомендуем начать работать в таком графике. Вы предвосхитили мой вопрос, как раз хотел перейти к теме МСУ, потому что помимо коррекции 184-го ФЗ идет активно новая фаза муниципальной реформы. Идут, вот. Ну и в том числе, там одна из таких магистральных вещей, это упразднение выборности глав крупных муниципалитетов. Вот скажите, как вы к этому относитесь? Есть ли у вас проблемы вообще с общением с муниципалами у вашей команды региональной? У меня так, как бы, текущие проблемы есть, конечно, наверное, у каждого руководителя регионной, связанные прежде всего с качеством подготовки руководителями органов местного самоуправления. У нас нет выборных глав муниципальных образований, у нас все выбираются на конкурсной основе, в котором, соответственно, назначаются так называемые категории сити-менеджеров. Да. Поэтому мы достаточно... Ну, то есть у вас главы просто главы... Главы муниципальных образований, да, совершенно представительных органов власти. И, соответственно, дальше конкурсные комиссии на конкурсной основе выбирают сити-менеджеров. Основная проблема органов местного... Ну, это схема вот работающая, да? Нормальная работающая схема, она, конечно, не идеальная, эта схема. Есть как хорошие, так и негативные примеры. Но могу привести, вот когда я начал работать губернатором, приступил к службе губернатором Тульской области, у нас было 174 местных сам... Ну, муниципалитет. Да, муниципалитетов. И в основном это уровни сельского уровня. Соответственно, когда мы посмотрели балансы, да, и посмотрели, что уровня собственных доходов не хватает даже на половину заработной платы, которая была... Да, только составить отчет и все. Нет, ну, даже не хватало на половину заработной платы. При этом заработная плата составляла 10-11 тысяч рублей. У нас сегодня минимальная заработная плата для сити-менеджера даже небольшого района, ну, например, такого, как Адоевский, где живет 10 тысяч жителей, составляет 70 тысяч рублей. Это приличные деньги, с учетом того, что средняя заработная плата по экономике в Тульской области составляет 23200 рублей. Ну, то есть мотивация... Мотивация существенная, и поэтому, что называется, мы и стружку снимаем. Можно подобрать кадры. И это позволило, во-первых, оптимизировать часть чиновников муниципального уровня и повысить их заработную плату. Соответственно, мы можем привлекать более молодых ребят на эту службу, и действительно, качество работы совершенно другое. Да, понятно. Вот еще все-таки по поводу того, что реформа пойдет дальше, вот у вас с этими объединениями еще одновременно, у вас же в этом году выборы, я так понимаю, тотальные муниципальные. Выборы в областную думу, но и у нас примерно 40% выборов муниципальных. И вот вы воспользуетесь, в том числе и объединительные процедуры будете проводить? Мы в разных случаях, мы по-разному проводим объединительные процедуры, но, во-первых, всегда инициатива идет снизу. То есть, когда вот мы приезжаем, я каждую неделю выезжаю в сельские поселения, провожу встречи с жителями, встречи длятся достаточно долго, от 4 до 5 часов. И когда выходит глава муниципального образования, и когда он говорит, что, слушайте, у меня там денег, вот мои доходы составляют 2 миллиона рублей, а фонд зарплаты составляет 4. При этом, соответственно, субсидии, субвенции, дотации со стороны области составляют еще 5 миллионов рублей, и у человека просто не хватает элементарных денег, ни на что, даже дорогу не хватает отсыпать и так далее. Поэтому, конечно, инициатива идет снизу от жителей. Если жители считают необходимым, мы под такие инициативы поддерживаем. Но вот, в частности, могу привести пример, сейчас очень активно обсуждается вопрос присоединения сельских территорий к городу Героя Туле и формирования нового городского округа на базе города Героя Тула. Это тоже достаточно... А там на сколько будет больше? Сколько жителей прибавляется? Численность добавляется почти 75 тысяч человек. И вы перешагнете за 500 тысяч, да? Да, будет 570 тысяч человек в случае, если жители поддержат эту инициативу. Но самое важное то, что Тула становится таким локомотивом. И Ленинский район Тулы... Может, получится новое качество. Ленинский район, это фактически как Москва и Московская область. То есть он больше по территории, но меньше по численности. И совершенно верно. Мы предполагаем укропнение сильного с менее, может быть, сильным районом. И подъем такой. Качество, да. Качество будет совершенно другое. Ну и вопрос развития города. Потому что сегодня строительство в городе, в центральной части города практически завершено, потому что это точка, от которой мы ушли. А новых территорий у нас нет. Они все сосредоточены на территории Ленинского района. И очень активно жители сейчас обсуждают этот вопрос. Но если поддержка будет, если пройдут нормальные общественные слушания, мы тоже поддержим эту инициативу. Отлично. У нас осталось совсем мало времени на экономику. У нас есть слайды. Давайте посмотрим в разрезе ЦФО размеры госдолга региону. Нам покажут сейчас очевидно. Посмотрим их в разрезе с точки зрения на доходы. В принципе, ситуация у регионов вполне достойная. Давайте я так скажу. Вопрос долга не страшен. Важно, сколько стоит обслуживание этого долга. В нашем случае, я принимал область на 1 января 2011 года, у нас долг составлял 32% от объема собственных доходов. На сегодняшний день он составляет 36% от собственных доходов. Но за 2,5 года нам удалось увеличить собственные доходы почти на 30%. И вот Михаил правильно сказал, что по итогам прошлого года собственные доходы Тульской области выросли на 16%. А вопрос, сколько стоит обслуживание долга. Значит, на сегодняшний день у нас обслуживание составляет порядка 2% от расходной части. И это безопасная категория. При этом долг у нас весь публичный. Да, я обратил внимание, что вы именно работаете уже, как завещал Минфин, на открытом рынке. Вы знаете, я считаю, что это моя недоработка. Потому что я как государственный управленец должен стремиться к тому, чтобы заместить коммерческие кредиты государственные. Потому что стоимость государственных кредитов существенно ниже, чем коммерческие. Хотя у нас одна из самых низких ставок... Вы же сказали про безопасность. Занимать все-таки на рынках безопаснее? Ну, это вопрос... Нет. Вопрос безопасности с точки зрения обслуживания долга. Хотя стоимость долга у нас облигаций Тульской области, которые мы размещали, мы разместили под доходность 7,98%. Это один из лучших показателей в Российской Федерации. Могу сказать, что Российская Федерация вот неделю назад размещала свои облигации. Она разместила 5 миллиардов с потенциалом на 10. Пятерку не стали размещать. Разместила с доходностью 8,5. Ну, то есть экономический потенциал вообще не вызывает никаких проблем, да, и менеджмент... Нет, потенциал экономический всегда вызывает определенные опасения, потому что очень важно, чтобы мы все равно по многому зависим от мировой конъюнктуры. Мы зависим в том числе от курса доллара к рублю и от многих... Спасибо. Приглашайте еще с удовольствием. Да, спасибо. Пришлось прерываться. У нас в гостях был губернатор Тульской области Владимир Сергеевич Груздев. Мы прощаемся с вами. Спасибо вам огромное. До свидания.